Начнём с природы. Я уже сказал, всего 5 стихий, 5. Про Солнце я вам не сказал. Солнце даёт жизнерадостность, хорошее пищеварение, даёт человеку какую-то бодрость, он такой весёлый. Женщина красивая становится, мужчина ответственная. Благодаря энергии Солнца это всё происходит. Следующая энергия — это свежий воздух. Ветерок дует, свежий воздух, я чувствую, что это энергия воздуха. Она даёт человеку хорошую работоспособность. Женщинам даёт стройность, мужчинам даёт силу. А эта энергия даёт человеку выносливость, способность терпеть. Она даёт волевую силу, способность преодолевать трудности. Эта энергия даёт человеку концентрацию внимания. Иногда люди просто не могут сосредоточиться. Надо на воздух выйти погулять. Ты сосредоточишься, когда тебе просто батарейки разводились. И всё. Эта энергия воздуха даёт человеку физическую, психическую силу. Следующая энергия — это энергия воды. Воды. В том числе и стихия воды, допустим, река, допустим, Любляна. Правильно я сказал? Она даёт энергию любви. Энергия воды даёт гармонию, нежность. Даёт спокойствие человеку в сердце. Даёт возможность нормально общаться. Допустим, люди, которые торговлей занимаются, они должны плавнее управление с торговлей заниматься. Чтобы им много было энергии воды, они тогда могут легко, с человеком, мягко, по-доброму общаться. Это особенность людей, которые живут возле моря. То есть они всё-таки лялят, 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 лялят. Ну, то есть это энергия воды есть через них. Девушки очень красивые, как бы, рядом с водой, которой живут. Мужчины такие расслабленные, всё-таки. Для мужчин это не очень хорошо, потому что это женская энергия. Энергия воды — это женская энергия. Вот энергия воды улучшает обмен исчез в организме. Он нормализует гармонерные функции. Даёт человеку возможность преодолевать воспалительные процессы. Она успокаивает человека. И делает ему ощущение, что жизнь более счастливая и наполненная. Ощущение счастья. Поэтому все едут на море, когда отпуск, потому что нужно вот это спокойствие, наполненность, такое счастье, гармония. Отмошение между людьми улучшается рядом с водой. Они чувствуют гармонию. Энергия Земли ещё есть. Земля. Даёт человеку отдых, хороший сон. Даёт человеку глубочайшее умиротворение, успокоение. Это тоже женская энергия. Энергия Земли, женская энергия. Противовоспалительная, колоссальная. То есть энергия убирает воспаление всего организма. Без Земли невозможно отдыхать. Если человек живёт на высоком этаже, ему очень трудно отдыхать. Люди, чем выше живут этаж, тем больше напряжения в теле. Одна из причин ДЦП и аутизма у детей — это высокий этаж. Это не означает, что все дети, у кого аутизм и ДЦП, они должны жить на высоких этажах. Но это влияет на ситуацию. Человеку надо жить ближе к Земле. Если он ближе к Земле и живёт, он легче отдыхает. Он хорошо себя чувствует. Это нужно для отдыха. И гулять по Земле тоже нужно для отдыха. Следующая стихия — это пространство в целом. Простой. Простой. Даёт человеку способность избавиться от депрессии. Даёт человеку возможность почувствовать себя легко и свободно. Он начинает чувствовать, что его препятствия уходят из его жизни. Это энергия простой. Человек чувствует, что ему легко, надо спокойно жить. То есть он чувствует себя очень свободно. Он обдыкает от всяких замкнутых состояний внутри. Допустим, человек работал в каком-то месте. Ему хочется выбежать, чтобы посмотреть на простор просто, потому что он взял в одной обстановке. То есть энергия простора разряжает обстановку. Допустим, женщине надоело с мужем жить, ей надо погулять, посмотреть на облака, на небо. Ей станет легче, потому что у нее энергия простора, просто пропала. Она замкнулась на одном человеке, ей нужно разомкнуться. Нужно почувствовать себя свободнее, легче. Вот так. Это работает всё. Мы очень обусловлены именно этими вещами, энергией природы. Допустим, я вам приведу такой пример смешной. Очень многим людям я, прежде чем разводиться, советую немножко погулять. Понимаете, часто люди разводятся от того, что они просто истощены. У них плохое настроение, они думают, что они несовместимы. Плохое настроение, оно связано с природой. Люди, допустим, решили поругаться, им говорят, идите сначала прогуляйтесь, а потом поругайтесь. Если они действительно это делают, то они потом не ругаются, потому что люди ругаются, потому что они истощены. Или такой пример. Люди приглашают друзей к себе в гости, они заботятся о друзьям, а перед этим они сильно поссорились. Потом друзья уходят, и они улыбаются друг другу, они уже не хотят ругаться. Почему? Потому что она не наполнилась друзьями. Понимаете, а причина ссоры на самом деле не потому, что он неправ, и он плохой человек, и с ним невозможно жить. Основная причина ссоры, 80% ссор, это просто истощение. Вот смотрите, мужчина провел аналогию, и эта аналогия очень правильная. Моя жена, как начала уставать на работе, у нас начали портиться отношения. Причина истощения. И пока он еще понимает, что она просто устает на работе, но прийдет время, он будет думать, что она плохой человек. Она постоянно ругается. Она не хочет со мной нормальные отношения с собой. Потому что он уже забудет о том, что она истощена. Вот, допустим, маленький ребенок плачет. Вы же не считаете его плохим человеком? Вы считаете, что ему чего-то не хватает? Как всегда. Допустим, чего ему не хватает? Ну, только кормила его. Вроде бы он поспал, распиленал, а все равно плачет. Что остается? На улицу тащить. На улицу понесла, раз, левца встала. Он не плачет. Ведь это факт. Но почему вы тогда себя на улицу не тащите? То есть вы ребенка маленького тащите, но когда вы ругаетесь с мужем, вы тоже плачете. И вас тоже надо тащить на улицу точно так же. Потому что никто из нас не досыпает. Все кушают нормально. Никто, как бы у нас, не запелен новый, да? То есть движения у нас хватает, как бы мы не запеленованы. Вот. Остается только одно. Свежий воздух. У детей же все как делают. У детей не пытаться на улицу, когда они плачут. Почему тогда мы себя не пытаться на улице? Итак, я вам рассказал пять стихий, как они влияют на здоровье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.